Санкт-Петербург Посвящается почётному гражданину Санкт-Петербурга Владимиру Петровичу Кондрашину и всем детям войны. В ночь на 22 июня автобусы с ветеранами Великой Отечественной войны, студентами петербургских вузов, представителями общественных организаций взяли курс к Сестровецкому рубежу, месту вахты памяти, традиционно проводимой в рамках фестиваля «Почётные граждане Санкт-Петербурга». Великой Отечественной войны 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 Великой Отечественной войне Мы зажигаем огонь памяти. Наша вахта памяти посвящена 85-летию со дня рождения почетного гражданина Санкт-Петербурга Владимира Петровича Кондрашина и всем детям, детям, которые пережили страшные годы войны. Олимпийский чемпион и легендарный тренер Владимир Кондрашин – победитель непобедимых. Такие люди рождаются раз в сто лет. Люди, вклад которых в историю отечественного спорта неоценим. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене Владимир Петрович Кондрашин впервые в истории СССР обыграл американцев в баскетбол. Великий тренер, которому в этом году исполнилось бы 85 лет, первый год блокады провел в родном Ленинграде. Когда началась война, Владимиру было 13 лет. Легендарный тренер сборной СССР по баскетболу на всю жизнь запомнил первую бомбежку. Первую бомбежку Невского проспекта. Запомнился и налет фашистских самолетов на Ленинград. Советский спортсмен, тренер по баскетболу, мастер спорта, 1952 год, заслуженный тренер СССР. В мае 1999 года присвоено звание почетный гражданин Санкт-Петербурга. Слово жене Владимира Петровича Кондрашина Евгении Вячеславовне Кондрашиной. Я хочу вас поблагодарить в этот день печальный для нашей страны, 73-я годовщина начала войны. Этот день, я помню, я тоже была ребенком, мне было 9 лет. Я помню, как сейчас этот день. Это ужасное время, эти 4 года тяжелых, страшных, мучительных дней. И мы все так ждали и хотели победы. И Петрович тоже мечтал о победе. И это, наверное, отложилось на всю жизнь. Поэтому он пошел в спорт. Он добился всех побед, какие только есть в спорте. Я считаю, что в военные годы он тоже все время ждал победы. И это отложилось на всю жизнь. Он все время хотел победы. На митинге вахты памяти выступили ветеран-танкист, полковник в отставке Валентин Прокофьевич Росляков, которому исполнилось 98 лет. Защитить нашу Родину от этого нет. К сожалению, не были готовы. Почетный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный учитель Лариса Александровна Листова и ее воспитанники. Был трудный бой. Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить. Его везли из крепости, из Бреста. Был истарапан пулей милофет. Отцу казалось, что надежней места Отныне в мире для ребенка нет. Все, кто выступал в этот день на митинги вахты памяти, а это представители городской, районной и муниципальной власти, члены патриотических и общественных молодежных организаций, все говорили об исключительной важности сохранения памяти, о подвиге советского народа. И молодежь вслушивалась в эти слова со вниманием. Павшие умели побеждать. Живые обязаны помнить. Такие слова высечены на постаменте Сестрорецкого мемориала, где захоронены 505 воинов, погибших в боях против фашистских захватчиков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дети войны Эта тема красной нитью переплела в ту ночь эпохи. Вахта памяти продолжилась общением у костра воспоминаниями ветеранов. Молодежь вместе с ветеранами пели одни песни, те, которые с фронтовых времен и на века. Со сцены смотрели детские лица уже нынешних почетных граждан Санкт-Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ В лесу при фронтовом никак и без полевой кухни с наваристой кашей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для молодежи было приготовлено испытание. Военно-патриотическая игра «Зорница». Ребята преодолевали полосу препятствий. Одевали противогаз и костюм химзащиты. Метали гранаты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разбирали оружие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стреляли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказывали первую медицинскую помощь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Искали мины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работали штыком. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тренировались в строевой подготовке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И даже пели военные песни пузыри УАЗика на бездорожье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас для каждого участника Зарницы есть замечательная футболка, на груди которой написан фестиваль почетные граждане Санкт-Петербурга. Футболка не только яркая, но и удобная, весьма практичная в быту и личной жизни. Так что вот такой подарок сегодня получают те, кто прошел у нас все этапы игры Зарницы. А со сцены звучали стихи и военные песни в исполнении профессиональных артистов и студентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь прорегла между нами. Смотри, как цепки пальцы и грубы, я рвы на ближних подступах копала, сколачивала жесткие гробы и малым детям раны бинтовала. Шевели пехота ножкой, ночь на марше, утром в бой лес заплачет над тобой. Лес бедовый подомгой, он продут стальной пургой, он прочелся на пробор по квадратам и в упор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб разлука и дым. Наши девочки плотица белые Просорились сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? А зеленые крылья потом Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не должно, Что идете войной наугаски. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петербурге белая ночь Над небой развели мосты. В Петербурге белая ночь Мира чарующей красоты. В Петербурге белая ночь Не заказ, не рассвет. В Петербурге белая ночь В добром сердце оставит след. В добром сердце оставит след. В добром сердце оставит след. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»